Всем привет! Начинаю сегодня для вас новый блог. Сейчас вечер, мы едем в кино, выходит новый фильм компании DC Shazam. И заодно мы едем еще в магазин Mamadai, думаю вы о таких слышали. Сейчас годик у Лиза, к нам пришло 100 гривен как бы бонусом, идем ей выбрать какую-нибудь игрушку. Прошло несколько дней с видео там, где мы ехали на фильм Shazam. Мне безумно понравился фильм, действительно крутой и классный. Я могу порекомендовать, но не хочу спойлерить, скажем так. Я посмотрела трейлер и ожидала меньшего, а получила намного больше. Там раскрывается очень интересная суть вопросов. Несколько дней я не снимала для вас, потому что в Лизке была огромная температура, 39-39,5. Это у нас вирус какой-то непонятный, без кашля, без сопель. Но доктор говорит, что это еще может быть перед тем, как выйдут сейчас зубы. И мы поняли, что нам нужен градусный пистолет. На розетке в сайте в Украине была скидка, 960 гривен он стоил 510. Завтра должен прийти, и я вам покажу, что как. Плюс у нас в коридоре сейчас идет, в прихожей идет ремонт. Тоже вам покажу, что как. Показываю вам кусочек. В принципе, цвет не поменяется. Мы просто решили его обновить, потому что такой яркий цвет требует постоянного обновления. Всем привет! Уже прошло опять несколько дней. Я безумно хочу спать. Мы остановились, взяли себе кофе. У меня XXL Latte, чтобы проснуться. Дома как раз закончится кофе. Нужно зайти в несколько магазинов, кое-что купить. Постараюсь вас взять с собой. Гуляет по Эпицентру. Я уже когда-то вам говорила, что это мой любимый магазин. Здесь просто куча, много чего интересного. Мы вернулись. Быстренько показываю вам свои покупки. Первая я взяла вот такие счетные палки. Они небольшие. Есть в Эпицентре. 16 гривен. Очень круто с детьми постарше учиться считать, учить цвета. Но для таких маленьких, как моя Лиска, только под присмотром. Сейчас попробуем придумать какую-то игру. В магазине Копеечка взяла вот две вот таких резинки. 50 штук за 10 гривен вот таких вот формочек. Есть у меня один крутой рецепт к ним. И вот такую глину. Мне очень понравилось делать маски с глиной. Взяла свои любимые вот такие вот бритвы. По акции в магазине сети Космон по 26 гривен. Вот такой лоаппетит на арселе. Амберикос и фундук. Обалденно приятно пахнет. Также в Эпицентре. По-моему, здесь уже этикетка у меня где-то исчезла. Но картон такой вот, видите, небольшой. 10 штучек 7 гривен. У нас идет большая посылка с игрушками для Лиски. Во вторник у нее день рождения. И там есть карандашики. Именно для самых первых, самых маленьких. Для того, чтобы где-то рисовать, взяла такой картон. И в сети магазинов Его. Мы там много чего купили. Я вам такое самое интересное показываю. Была сегодня акция. Даже на товары со схидкой. Одну берешь штучку декоративной косметики. Другая с минус 70. Вот это мне вышло за 40 гривен. Это марка Глэмби. Вот такие вот тени. Я пока не распаковывала. Они полностью зафольгированы. И вот такой вот блеск помады. В оттенке 0.1. Вот слотчи помады. Внизу помада и блеск отдельно. И сверху вместе. И некоторых оттенков теней. Мне безумно нравится. Еще за такую стоимость. Мне понравилась вообще продукция вот этой марки Глэмби. Она бюджетная. И при этом у меня есть и тушь обалденный. И карандашик. И еще одна помада, которую я использую как подводку для глаз. Чуть попозже вам покажу. Еще хотела вам показать, как у нас круто расцветили во дворе черешни и вишни. Правда, минус. Здесь очень много ос. Надеюсь, меня не покусают, пока я вам снимаю. Новости последние такие, что, к сожалению, Лизка заболела на корь. Мы не успели сделать прививку. Нам не хватило буквально 4-5 дня. Сейчас уже и лучше. Уже основная часть болезни у нас прошла. Но хочу обратиться ко всем, кто против прививок, что все-таки еще подсчитайте, пересмотрите свое мнение. Вы не представляете, какой у меня был стресс, когда я понимала, что лекарства от кори нет, а у меня ребенок больной. И, как вы поняли, это случилось буквально перед днем рождения. День рождения у нас сейчас во вторник. Сегодня суббота. И мы будем просто дома праздновать, потому что у нас еще, как бы, рискально немного больная. А уже само день рождения, будем не в ресторане, торт, фотозону, все пришлось отменить. Будем праздновать нас на озере, думаю, и делать пикник. Ну, пока наперед не загадываю. Мы сейчас на вторник будем что-то думать, какой-то пикник дома. Просто бабушка, дедушка, я и папа. Все гости, я повторюсь, уже после Пасхи, чтобы никого не заражать. Ну, и заказали Лизки. Кучу классных подарков. Я тоже вам, когда придут, уже в следующем блоге покажу. Еще хочу вам показать просто очень нужную вещь, если у вас есть маленький ребенок, как у меня. У меня Лизки годик, но нужно было вообще сразу брать и вообще рекомендую от всей души. На розетке мы взяли вот такой вот электронный градусник. Вот так выглядит коробка. Такая фирма. Он стоит что-то около 1000 гривен. По скидке 560. Как вы видите, здесь указано плюс-минус 0,2 градуса. Это незначительно, потому что если вы уже температурой 38,5, к примеру, то 0,2 градуса, разница с обычным градусником вам роли не играет. Вот, какие плюсы? Повторюсь, ну, с доставкой нам обошелся в 600 гривен. Как долго будет работать, не знаю, но будем, если не дай бог сломается, будем повторять. Он меня просто спас сейчас, когда у нас была болезнь. Нажимаем на кнопку один раз. Дальше прикладываем к лобику, там, 5 сантиметров от лобика и нажимаем второй раз. Все, 3 секунды, температура измеренная. Ну, просто сейчас, ну, температура дивана не меряет. Меряет очень хорошо, качественная температура, звук плюс можно выключить. Мне, к примеру, нужно было очень часто ночью мерить физическую температуру, и это невероятное спасение от всей души. Вам рекомендую, в Украине, кто живет, на сайте Розетка, на принципе, в любой стране, я думаю, такие есть, называются бесконтактные градусники. Вы можете померить температуру, как бы, обычным градусником и этим, и убедиться, что эти градусники не лгут, а просто спасают, когда ребенок болен. И, конечно, он не хочет давать 5 минут мерить температуру обычным градусником. Вместе с вами хочу сделать вот такой вот сырный пирог от доктора Откера. Читать весь рецепт не буду. Я вам вот так вот остановлю. Вы почитайте, что здесь нужно, что, зачем, куда. Вот у меня уже некоторые ингредиенты на столе. Я испеку, и мы посмотрим, работает ли эта смесь или не работает. Так, я думаю, вам будет интересно. Мне самое интересное иногда смотреть, стоит ли такие смеси брать. Но здесь очень много ингредиентов. Кроме этой смеси нужно, к примеру, 700 грамм творога, изюм, сахар, молоко. Да, если не ошибаюсь, сахарная пудра. Ну, вы посмотрите сами. А я бегом печь. Вот так выглядит мой пирог, как вы видите, я уже попробовала. Безумно вкусно, но немножечко у меня сел. Поскольку рановато его открыла, и почему-то он у меня немножко подгорел. Не знаю, наверное, духовка немного сильнее печёт. Нужно ещё чуть слабее ставить. В принципе, на упаковке было, что газовую не нужно разогревать. Я уже потом посмотрела, когда поставила, и поставила в разогретую духовку. Поэтому внимательно читайте рецепт. Если не учитывать то, что он чуть-чуть подгорел, то могу сказать, рецепт удачный, безумно вкусный пирог. Уже вечер, уже покушали пирога. Очень вкусно получилось. Жалко только, что рано открыли и осел. А так, очень-очень вкусно, и могу порекомендовать по этому рецепту делать. Просто чётко следуйте инструкции. Тогда будет идеально. В ближайшее время будет очень много видео. У меня много идей. Только чтобы всё было хорошо, у меня получилось всё снять. Пока что больше рассказывать о нашей болезни не хочу. Уже когда полностью всё пройдёт, тогда и больше расскажу. В следующем блоге, фокус, вас ждёт очень интересная распаковка. Я с Panama UA, как вам говорила, заказала огромное количество игрушек для Лиски. Поэтому там будем смотреть. Я заказываю в основном развивающиеся игрушки. Для развлечений нас дарят много родственники. А я именно для того, чтобы развивать мелкую моторику, внимание и так далее. Вы сами увидите уже в следующем блоге. Очень рада, что вы со мной. Если вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь. Всем пока-пока.